holo amigos давно уже намеревался и обещал сделать видео про по world of tanks вот настало то для кого-то счастливое для кого-то не очень время вы видите что у меня в ангаре есть вот это вот чудо техники консервная банка с палочкой чупа-чупса вместо дула которая передвигается на ослиные тяги это бета-тестерский кв-220 что указано то что я был участником закрытого бета-теста значит игра в эту игру очень давно поэтому надеюсь что этот факт прибавит авторитетности к моему мнению пару сотен значит играл я в танке очень долго примерно года три наверное ну бросал возвращался бросал вот сейчас снова вот установил игру не надо добавлять меня в друзья а в этой игре пытаться потому что я сейчас как только сниму это видео удалю эту игру обратно потому что она мне уже вот здесь давным-давно она уже стала не то и игра world of tanks это одна из тех трех вещей которые надо больше всего жалею в жизни первое что я играл в линейдж второе что играл world of tanks 3 что я не замучился не замутил с молоденькой учительницей по английскому всякой разной техники у меня просто жопой жуй я фанатично прокачивал технику они не участвовал практически в клановых войнах мне это было не интересно кончилось с тем сразу скажу скажу что я просто потерял смысл игры world of tanks когда вкачал все что всю технику которым не хотелось нашли совершенно не нравится клановые войны в этой игре потому что ходишь на них как на работу какая-то там ну да то есть но бессмысленная совершенно херня та же самая игра тот же самый бой только тобой командует какой-то не очень умелый человек который подглядел что надо делать у другого человека и так далее и тому подобное я вижу что наконец-то у из 7 убрали пулемет с крыши из-за которую вы называли луноходом свершилось где-то года три наверное просили разработчиков убрать к чертой матери этот торчащую хренатень вот все-таки убрали наш шланг давайте взойдем в бой единственным чем хорошего world of tanks единственным хорошим тем что время в очереди примерно одна секунда нажал сразу в бой потому что онлайн всегда запредельно высокий никогда нету ну единственно на арте какое-то время люди стояли в очереди потому что дошло до того что из арты стояла состояла половина больше половины команды потом ее огранили то есть с балансом у этой игры всегда были явные проблемы его никак не удавалось настраивать то арта всех рвет то пт всех рвут на птшках и в общем-то ушел когда пт стали разрывать жопу всем к всем кому можно но потому что встают в кусты люди их не видно не стреляют политика обнаружения техники в игре тоже было через жопу то есть написано что выстрел приводит к полной демаскировки техники пт стоит пт стреляет никакой демаскировки не происходит сходу с непривычки бросается в глаза особенно после гонок что все в этой игре очень очень медленно танки едут медленно типа грациозно зато с графика ведь как гусеницы облегают колесики куда ж ты под кого ты подрезаешь там уфлон а так до сих пор так и не добавили звук поворота башни эти башня бесшумно вертится уж сколько я я только один сколько раз писал разработчикам в раздел предложений всяких но на форуме тоже отменные отъявленные негодяи его модерирует поэтому в раздел предложений проходит только предложение типа давайте создадим социальную сеть world of tanks и прочее говно которое нахрен не нужно вот такие предложения нравится там уж не модератором а грамотный нормальные адекватное предложение и мне нравится мы сами умные мы сами знаем что делать просто нам лень выглядит игра очень красиво базара нет вот графика это и это достоинство это всегда была фишка на я играю не на самых максимальных настройках потому что самые максимальные настройки требует уже по моему побольше чем assassin's creed последний плюс еще запись нагружает видеокарту поэтому чтобы не лагало а youtube все равно сожмет качество и все равно будет фигня вот то есть как происходит игра world of tanks все на одних и тех же картах все едут на дите в одни и те же места встают в одни и те же кусты видите сколько противотанковых хреновин приехала раньше я играл ставил себе мод один единственный оленемер я очень редко ставил какие-то прицелы а с тех пор как появилось время зарядки в стандартном прицеле для меня необходимость в модах отпала совсем значит массовый игрок world of tanks тупой об этом прямым текстом сказал сам админ который серп когда вы спросили в очередной раз по какой-то режим он сказал нас игроки тупые режим не поймут трудно с этим не согласиться тот те кто играл в танки те знают что зачастую пол команды состоит из оленей достаточно поставить оленемер и сразу все станет видно поэтому а оленемер попал в немилости под запрет у разработчиков ну блять гусеница да это я отчаянно ломанулся вперед это я сделал совершенно зря борты лучше не подставлять значит когда-то в world of tanks на бета-тесте было только четыре карты малиновка прохоровка химмельсдорф и карелия вот тогда действительно было весело играть в малиновке все сливались на перегонки то есть респ который появлялся в поле просто рашил по полю чтобы быстрее сдохнуть и пойти играть нормальную карту это был тревожный звонок означающий что каждая четвертая карта в игре будет просто фуфлом так она оказалась но малиновка теперь уже всем полюбилась потому что появились карты гораздо хуже чем она это например комарин какой-то там прилив или прибой совершенно ужасные карты на которых невозможно играть народ воет народ играть на них не хочет разработчики их почти не слушают ровно через полгода после начала нытья разработчики принимают решение что-то изменять не раньше ни в коем случае не раньше как броня не пробита я не понимаю я до сих пор видимо остались такие моменты в игре когда не ой рикошет красивая красиво выглядела рикошет сейчас а ты сухо отправишься в ад где тебе говно птшное самое место переломный момент для меня в world of tanks когда я уже перестала перестал его любить наступил убери свою жопу а наступил когда в игру ввели а снаряды за голду то есть за реальные деньги эти снаряды они пробивали все на свете любую броню теоретически могут пробить значит объяснялось введение голды тем что что ради киберспорта то есть одни команды на турнирах могут себе позволить голду другие команды не могут себе позволить покупать голду надо что этим что-то делать но логично было бы запретить голду на соревнованиях вообще потому что раньше world of tanks был тем интересен что ты должен был знать зоны пробития танка где у танка что находится это было интересно потому что мы с другом например еще дай до этой игры модельки клеили читали энциклопедии чтобы грамотно раскрасить танк и все такое прочее а потом это стало все не нужно для особо криворуких личности ввели всякие моды шкурки зонами пробоя там еще всякую ерунду ну то есть эту игру в моих глазах сильно испортил она стала более детской дети хотят золотой танчик чтобы был как ну для китайской версии world of tanks есть там танки которые выглядят как золотые типа китайцы любят такую хренатень но любят и эту эту фигню и наши школьники как выяснилось то есть world of tanks стал просто напичкивается модами всякими ну и ввели голду все пробивающие все сокрушающие и в итоге бедные несчастные немецкие танки стали просто огребать вот немецкая птшка кстати стоит картонная написано что брони у нее там 250 на самом деле хрен там плавал но выглядит и играется world of tanks очень кстати приятно из-за чего аудитория аудитория игры присутствует не только из школьников но и достаточно из взрослых пацанов и трудно сказать кто играет хуже взрослота или школа так ну потому что школьники они хоть хоть какое-то представление об играх имеет они хоть во что-то играли научить взрослого человека наводить прицел на танк что-то куда-то выцеливать это вообще практически невозможная задача чего появилось выражение типа я играю для удовольствия я не задрот не знаю в чем удовольствие проигрывать каждый бой не нанося никакого дамага но видимо есть какое-то иначе чего не для чего не играют хуже всего в этой игре то что средний процент побед в рандоме колышется в районе 50 процентов плюс минус 48 52 то есть каждый второй бой будет проигран это очень бесит тут очень нужен крепкий пукан чтобы играть в эту игру причем с не так что происходит так что один бой победил один бой проиграл бывает так что соберешься с друзьями во взвод например или просто у тебя удачных очереда удачных боев и побед ты боев 10-15 побеждаешь и под какая-то херня тебя начинает кидать в такие команды ублюдские что ты а те же 10-15 боев подряд проигрываешь это бесит неимоверно я выдвигал на форуме такую теорию что это специально программное усреднение статистики чтобы никто не выбивался тоже когда заходит захочешь пойти поиграть во взвод или в роту в роту вот там сейчас спрашивают процент побед ну то есть определяют а часто ли ты играешь в роте про что если играешь в роте у тебя процент побед должен быть высокий а если пришел из рандома то есть у тебя процент побед низкий считается что ты не умеешь играть не умеешь слушать приказы команды и так далее и тому подобное ну потому что половина полоумных командиров безмозгих списывают свои поражения на то что у них игроки бездарны а не то что они сами идиоты командование командиров очень мало было хороших когда я играл последний раз то есть вся суть командира заключалась в том что он в начале игры говорит кому куда ехать и все дальше он уже что делать дальше он вообще не знает дальше уже какой-то самотек начинался ну то есть и кстати вот причем вы заметили да что но я уже сто раз говорил что игра происходит очень медленно и все еле ездят еле движется и при этом я сказал и утверждаю что больше ну процентов 80 наверное ли 70 процентов игроков не умеет играть вообще но просто вообще днище с чем это связано это связано с тем что ну то есть почему почему в такую медленную игру людям так трудно играть я вам скажу почему терпения не хватает но пока танк доедет до поля боя пока встретит другой танк это уже проходит несколько то есть люди несколько минут сидят и видишь что ничего не происходит хочется каких-то действий какие-то что-то светляки сейчас смотрите вот один светляк поедет сдохнет в поле вот я вам заранее говорю либо один либо оба они не во взводе вот а они добавили заставки вал в плане визуальных эффектов wargaming мое почтение я я вот вот на в плане графики круто молодцы вот и если что сам геймплей вот не поправить вам все не удается не удается баланс на все равно контора великая ресурсы могучие делает все носой все красиво если что самолетики мне не понравились потому что очень скучно в них играть но я жду кораблики на кораблике возлагаю надежды поиграть них до того момента пока вы их испоганить и очередным своим дурацким решением типа вода торпед каких-нибудь не знаю но wargaming умеет wargaming знает так что-то светляки зажились ну вот поехал павел ванин смертный смертник поехал 1 что-то не за танк bt какой-то лттб но успели ввести новые танки я последний раз играл в сентябре по-моему прошло года пару боев вместо этого смертничек приехал бляха муха с их стороны опа здравствуй а мог бы убить если в первый раз попал он тоже знал то да смотрите-ка неужели люди научились играть в танки по прошествии стольких лет даже талантов-то каких-то особых не надо ее просто это просто смотри на мини карту адекватно на все реагируешь и неужели так трудно ее просто а-та-та а-та-та сейчас меня как шиндарахнул смотрите оп-оп-оп жопой 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 все нормально за камушек ну мой первый фраг домой первый фраг как обычно ну как обычные ну я я не скажу что я был батька там в этой игре обалденный на играл хорошо особенно в доме но против рандомных раков любой может играть хорошо у кого собственно руки и мозг на месте и глаза то есть правый глаз всегда должен смотреть на мини карту а левый туда то есть поэтому когда знаете видите человеку который глаза немножко посрались и смотрят разные стороны это вот про геймер world of tanks но по сути в любой любой в любой моб или ммо игре один глаз всегда должен смотреть на карту так ну что у нас арта уже одна слилась видимо по трассеру тоже я не понимаю как можно играть на арте до качаться десятого левела и блять не знать того что после выстрела ты должен отъехать поменять свою позицию нахрен надо бля и так пойдет да ну лень тебе отъезжать ну блять не игра играй на пт она он стоит в кустах всю игру стоит ничего не меняется сука вот что за люди я не знаю арта на кто-то нагибает я буду играть на арте танки нагибают я буду играть на когда-то кстати только тяжелые танки были 10 левел а все играли на танк а я на это тогда гонял потом ввели стать 10 со стали играть на ст а я остался играть на pt потом пт стали всех рвать и я стал играть на пт все на пт то есть я в эту игру всегда играл против мейнстрима у меня Я вымораживала это всё, когда вот вся команда начинает играть на одинаковой технике. Все. Знаете, такие вечные искатели руля. Ищут, что рулит. Наши, кстати, по полю взяли, смотрю. По полю мочканули. И уже к ихней базе подходят. Надо как-то подтянуть свои гусли тоже туда, что ли. А тут семёрка стоит. Из клана ФВ. Интересно, она здесь одна или её кто-нибудь кроет. Ну вот мы сейчас и узнаем. Походу одна. Ай, ты блядь. Сам же сказал, что надо смотреть на карту. И сам же хрен зашел. Ну хватит, блядь. Сарай долбанный. Надо к гусеницу ему сдуть. Блядь, урод. Боевыхладку сломал. Кружим, кружим по району. Кружим, кружим. Кружим по району. Ну кто-нибудь, блядь. Погрежение гусеницы. Шанс отрыва увеличен. Да. Тяжёлый танк. Он и в Африке тяжёлый танк. Почему-то раньше СТ, мне кажется, быстрее ездил. Что-то сейчас вообще никак. От 75-го, я не знаю, то ли он половину выстрелов его не пробил, то ли хрен его знает, почему этот 2500 жизней. Ну, может быть. Может быть. Ну, не все бои удачные. Я сам из тех, кому надоедает сидеть в кустах, я всегда был за то, чтобы играть активно. Активно поехал туда, активно поехал обратно. Бой, бой. Поэтому я бы хотел, чтобы танки были как-то более быстрые. Для меня они... Для меня они серьёзно очень медленные. Плюс ещё к тому, что иногда карта совсем не подходит. Совсем не подходит для техники, которую ты берёшь. Например, взял арту, попал в Химмельсдорф. Хотя непонятно. Вот вроде стремится игра к исторической достоверности, но, блин, скажите мне кто-нибудь, какой генерал вводил дальнобойную артиллерию в город? Из нападающей стороны. Кто был этот военный гений? То есть, вот эта карта для арты вообще просто боль в заднице. И это бесит. Убрали бы арту из города. И, блин, были бы хоть бои нормальные. Я не то, что я артовод. Мне просто интереснее было бы, если бы в городе бои были динамичные. То есть, 2-3 лишних танка или ПТ-шки вместо вместо арты в городе было бы самое оно. на арте играть, по-моему, одна из самых скучных вообще техник. Это артиллерия. Стоишь, ждёшь, выцеливаешь. углы поворота орудия вообще никакущие. Чуть шевельнулся, разброс, блядь, просто. Просто даже в Марс не попасть, я не знаю. В планету, сука, можно промахнуться. Ну и всё, если ты ждёшь, когда кто-нибудь забудет, где безопасное место от арты, вот вроде вот этого пацанчика. Пам! Мимо, блядь. Так и играет артиллерия. Очень классно, очень весело. Особенно на этой ебанутой карте. Я бы эту карту Царь горы назвал, потому что кто эту кучку взял, тот уже тот тому, собственно, к шансу победы плюс 15%. Ой, ой. Я и рад быстрее сдохнуть, честно говоря. Есть такие карты, на которых, блядь, особенно если ты беспокоишься за свою статистику, если тебе на неё не насрать. Вот, играешь, стараешься набивать урон, потом взял какую-нибудь технику, попал на какую-нибудь ебанскую карту и пиздец, и слился там. То, что невозможно ничего сделать, блядь, на артиллерии вот в этой хуйне. И пиздец, твои статистики, следующие 10 боёв ты будешь просто пытаться её обратно отыграть. О, Руинберг. Странно, что арты здесь нету. Может, они действительно прислушались к голосу разума и убрали её из городов. Я надеюсь, что у меня речь не будет лагать, потому что при загрузке FPS проседает. Если что, я говорю о том, что, может быть, они убрали арту из городов, потому что вот это первый город, который пока что попался, здесь арты действительно сейчас нету. может быть, это что-то дозначит. Но главное, что при любых раскладах найдётся тот, кто чем-либо недоволен, кому что-то не нравится, баланс не нравится, все хотят быть в топе, все оказываются в жопе, ну потому что когда-то было время, что десятки были просто два и три танка десятого левела было в топе, остальные были девятки, восьмёрки, вот было просто нагибай, не хочу, сейчас такого уже нету. Сейчас, благодаря всяким акциям по накачке опыта и денег на мубовские аккаунты, десяток развелось просто неимоверное количество, ну и игре уже сколько, лет пять, резонно, что все уже накачались. На десятках, конечно, уходишь в убыток, когда играешь, если у тебя не куплен премиум аккаунт, но большинство, я думаю, он всё-таки куплен. Так, здесь понятно, они уже заняли все выгодные места и ждут, вот встанут и ждут, кто выйдет из-за поворота сразу хапнет. Святое дело для World of Tanks. приехать на своё излюбленное место и стоять сухо ждать. Это то, что умеют все и каждый. Сейчас, может быть, они разъедутся, берут свои жопы и я втащу кому-нибудь. Но, скорее всего, никогда. Странно, что в верхнюю, в верхнюю крышку не пробил, рикошет. Игра посчитала, что это рикошет. А если так, вообще мимо. Чем, чем ПТ наносит больше дамага, тем у неё более косая пушка. Я не знаю, почему. Насколько это исторически достоверно. верно. Ой-ой-ой. Вундер Вафля высунулась просто и нахватала. Нахватала дамага больше, чем смогла пережить. Сейчас в меня полетит, смотрите, плюхо. Нет. Невероятно, но факт, они про меня забыли. Как забыла наша команда про базу. Все, кто поехал в поле, слились. Это стандартная ситуация в танках, когда одно направление полностью сливается и начинается захват базы. На ПТ ехать, отбивать базу против ЛТ и СТ гиблое дело, закружат, потому что у ПТ нету башни, они просто заедут тебе под жопу, подожмут и дрюкнут. Надо, чтобы хоть кто-то поехал со мной. Вот это злая ПТ-шка на самом деле. Только, походу, на голду денег пожалел и стреляет обычными плюшками. У нее скорострельность выше, чем у меня, дамаг хороший. Но мне помогли. А вот, кто вот это мне всадил, это я уже не знаю. Причем, пробили в маску орудия, значит, что стреляют голдой. Дай бог здоровья тому человеку, который решил продавать снаряды подкалиберные, или как это называется. Короче, снаряды, которые стоили реальные деньги, теперь подаются за игровые деньги. Вот. А если кто-то до сих пор не понял, что значит голда. И это просто бич этой игры. Потому что теперь каждый рак может пробить любого бачку, который бы там углом не стоял. То есть, ваш единственный шанс не получить дамаг, это рикошетнуть. Вести снаряд на рикошет. Используя наклоны брони. Ну, кто-нибудь будет что-нибудь светить? Может быть, кто-нибудь хочет затанковать? И причем эти тяжелые снаряды лишают возможности развивать атаку, потому что тяжелые танки теперь стали пробиваться просто как картонка и ссад, поэтому ехать вперед. Никто не хочет выезжать, блядь, и умирать. Это серьезный минус. Плюс я бы, не знаю, ввел какую-нибудь разведку авиации, как в батле, да, там можешь запустить беспилотник, посмотреть, кто где стоит, потому что светляки дохнут в начале боя, и потом начинается просто массовое ссание езды вперед. Все боятся, никто ехать никуда не хочет. Так, пока бы чата... Ой-ой-ой, у них еще ЛТ-ха стоит. Лопни, маленький никчемный пиздюк. Хотел выйти в тыл тяжиком, но не угадал. Но, в принципе, мы побеждаем, надо только не дать им захватить базу, а базу сторожу только я, остальные считают это ниже своего достоинства, видимо, защищать наш флаг. А у них батик идет на воина, пять фрагов, сейчас будет пытаться еще один слупить. Блять, нету мода, жалко у меня сейчас посмотреть, где именно тот бетчат, который набил пятерку. О, это был он. Второй стоит здесь. Ну, возможно, уже уехал сюда. барабанная система зарядки, как у моей ПТ, и как у этого французского среднего, среднелегкого, я бы сказал, танчика, и сильно изменили игру в свое время. Они очень быстро накидывают дамаг, то есть он может приехать двумя выстрелами или одним сбить мне гусеницу и поехать заехать мне в корму и накидать мне столько, чтобы я сдох. Раньше такой херни не было. Раньше выстрел, перезарядился, выстрел, перезарядился, а этот выстрелил, 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 выстрелил и поехал потом заряжаться минуту. Да, на деревья все-таки смотрится красиво, да? Игра, она медленная, но, сука, выглядит грациозно. Вот прям танк, вот прям чувствуется, что на танке едешь. Была бы игра побыстрее, было бы уже не то, но если бы, в принципе, карты были при этом побольше, было бы то самое. Чтобы ездил быстро и карта больше, расстояние увеличить, чтобы дальше бой стал, более дальних дистанциях таких. Тут-то как-то бои чуть ли не в штыковую реально происходят. Где были такие бои, чтобы танки друг друга таранили? Ну, конечно, в массовой свалке там на Курской дуге может быть. Но чтобы в каком-то там городе так все в рукопашную просто танки сражались, это ноу-хау, блин. Ну, и дырки от пуль тоже, конечно, неправдоподобные. Видите, вот снаряд пробил мне фару, типа, и оставил дыру в броне. При этом дырка есть и на фаре. Блядь, пока эти дырки разглядывал. Мог бы уже прицелиться и убить этот батик. Я бы на его месте сюда не ехал, сюда не поворачивал. Ну, видите, опять же, я говорю, бой выиграл, бой выиграл, следующий проиграю. А, на рудниках тоже победа. Ух ты, бля! О, ни хера себе! Четыре боя победы? Поздно как-то мои молитвы были услышаны. Что поделать? Еще очень классно все-таки, что бои проходят быстро. Вот, затяжные бои в доте и в хоне иногда просто уже, ну, под конец надоедают. Вот здесь такого нет. Здесь трах-бах убили там. Хотя были такие карты, я уверен, что есть, и Комарин, и еще что-то, где все 15 минут, где все 15 минут, каждая команда сидит в кустах и в итоге бой заканчивался ничьей. Такое раньше было просто сплошь и рядом и это был просто ужас. Настоящее говно. Виной тому, опять же, говорю, что золотые снаряды подкалиберные, которые, из-за которых тяжелые танки не могут танковать. Это все равно, что в Dark Souls, ой, не в Dark Souls, а в Lineage, допустим, да, или в BFG вести такие снаряды, которые бьют под тяжелым доспехом, все равно, что по человеку в трусах. Какой танк тогда будет танковать осаду? Никакой. Да, это была хорошая идея, кто помигал, чтобы не ехать, не ехать в город, здесь воевать. Вот смотрите, город на этой карте занимает одну восьмую часть карты. Именно в эту одну восьмую часть карты все едут, потому что все любят воевать в городах в этой игре. Это все из артиллерии, потому что артиллерия по городам работает плохо. Дома пока что не разрушаются, но когда-нибудь начнут. И тогда и в городах собственно будет воевать очень тяжко. То есть World of Tanks приучила всех ссать артиллерии и не ехать в город. Попробовать его снять, что ли? Ну, кто, если не я, это сделает, да? Свет-то надо отстреливать, господа. Светляков надо убирать. Почему-то опять первый фраг мой, я не знаю, что происходит. Бежнее, происходит то же, что происходило всегда, все нормально, все ровно. Сейчас арта уже навелась на меня. Инфа 150%. Сейчас меня засветит, и я выхвачу чемоданчик. Надо валить. Я сделал, что мог, собственно. Надеюсь, что наши СТ... Да наши СТ сейчас сдохнут там, кого я обманываю. Будут держать ПТшки вот эти на базе, которые стоят на шестой линии. Они будут держать атаку с поля. Но как только они тоже засветятся, их тоже отработает арта. Годы идут, ничего не меняется. То есть люди не хотят пробовать какую-то новую тактику, потому что они не умеют. Они на эту тактику с трудом запрограммировались ввиду пустоты в головном мозге. Тут единицы просто людей умеют действовать по обстоятельствам. Остальные все как боты играют. Че умею, то и делаю. Все. Это главный девиз World of Tanks. В общем-то в Counter-Strike так же было, да? Редко... Нет, хотя нет. В контре собственно каждый бегал в любую сторону. Дедаста свободно. Ватстек вдоль и поперек. Так далее. Быть ботом это фишка World of Tanks. Сука, фраг мы скрысил. Фердинанд. Но дамага я уже настрогал собственно больше, чем у меня жизней. Значит, я уже могу сдохнуть с чистой совестью. Да, несмотря на то, что я убивал легкие танки. Нет, это, конечно, западло. Помирать нельзя, надо. Надо биться до последнего. Но у нас вот что-то здесь атака-то завяло. Ждут, когда город прорвут и здесь приедут им высветят всех врагов. Чего вряд ли собственно случится. Не надо бздеть, надо ехать что-то делать. Ты же на танке, ёптать. Ты в броне. Сука, а вот этого говноеда я отсюда хер пробью. Он меня пробьет, а я его нет. Хотя бы гусеницу-то сбить можно было. Пизду. Семерка, наверное, самый непробиваемый танк. Не самый бронированный, но он всегда был. Админы его любят. Админы его сделали, так сделали. Вот немецкие танки админы ненавидят. Немецкие танки все как один дерьмище. А, всё, в городе пизда усказ. Ну, вот оно и собственное поражение, я так думаю. Нет, город всё-таки стоит ещё, город ещё держится. Арта запалилась. Почему бы кому-нибудь мне не помочь? таргет аккаунт. Арморка снижена. Арморка снижена. Мы потеряли трассу. Таргет арморка снижена. Арморка снижена. Мудозвон это вот эта СТ-шка под мостом. Вот чё она стоит там? Блядь, ну дайте мне включить-то, пиздец. Что за ебланское переключение здесь? Вот, наконец-то, повезло. Вот чё вы думаете, она здесь стоит? Она стоит и ждёт, что сейчас семёрка приедет её и разберёт. На большее мозгов у этого человека не хватает. Моторол. Смотри, жопой вперёд выехал, блядь, жопой отъехал, заехал, чё? Господи. Ещё и раскладка не та. Моторол. Ну и чё ты будешь делать? Ну ты... Вау, вау. Семёрка ещё более тупая, чем наша СТ. Смотрите, она куда-то едет, подставив ему жопу. Но сейчас арта отработает эту СТ-шку, если она, бля, будет здесь стоять посреди поля. Бамс! Херак, кто? Французская арта отработала. Хоть в чём-то я оказался прав. Сейчас британская жахнет ещё сюда же. Нет, он уже пропал. Он уже пропал с радаров. ЛТ-шка не хранится. Ну... Чё дрочить стоять? Вот едь, едь, засвети арту. Всё, уже победа. Ну сдохнешь ты, ну и что? На статистику по выживанию никто толком не смотрит. Ну я, во всяком случае, вообще не обращаюсь на это внимания. Я видел, как людей в роту не брали из-за того, что говорили, у тебя слишком выживаемость большая, ты ссыкло. Ты слишком трясёшься за свою жопу. Китайские СТ, конечно, блядь, по скорости вообще просто пиз... просто капец. Я не знаю, как полутяжёлые танки едут. Вот он засветил одну арту и встал. При этом, скорее всего, он засветился сам. Или сейчас засветится после выстрела. Едь ты, свети всю арту сразу, стреляй на ходу, ёп твою медь, чё ты... чё ты дёргаешься? Сейчас какая-нибудь арта его, сука, завалит. Вот, смотрите, за домом, наверняка стоит, сейчас в его сторону повернулась. Прямой наводкой сейчас его уделают. Чё у него там за клановый значок-то хоть? Украинец играет. Оп! Куда арта смотрит? Правильно, куда-то на его сторону. Моторол. Странный украинец с ником почти что как... почти что Моторола как позывной у одного из командиров в оставшей половине страны. Каких чудес только не увидишь на свете. Пятая победа. Вот одно из этих чудес лишь состоя как... Удивительно. Три тысячи мне всего дали. Потому что я стрелял по чужому засветку. Три тысячи урона. Но... Было время когда я нанести меньше пяти тысяч дамага вообще за победу не считал. Ну... Три-четыреста. О! Я... Я панцирь восемь фрагов зато наколошматил. Ух! Красавчик! У меня тоже есть этот танк. Только он был такой убогой телегой, что я высадил из него весь адекватный экипаж и пересадил его на Е100 по-моему. А, не. Вот на эту ПТ-ху Вундервафлю я себе не успел вкачать. Ну что, на Маусе? Я бы на Маусе проехался, но Маус слишком убогое говно. Он едет очень медленно и теперь уже очень картонный. Был, по крайней мере, когда я уходил. То есть его все пробивали, все, кто хотел. И это было просто отстойно. Может, на суперкоролевской ПТ проехать, а? На царь-пушке что ей там ствол-то порезали? Сколько теперь дамаг? 1050, тогда 1200 было. Ладно, поеду, опозорюсь, что бы нет-то. Один раз можно и слиться как как влагалище. Ну, с картой более-менее, кстати, подфартило. Подфартило с картой под говниц командой. Кстати, почти что зеркальные составы, верхушки, по крайней мере. Вот, а, нет, все-таки арта в городе, арта в городе на месте, арта в городе есть, аж 3 штуки. Ну, как видите, игра в танки такая довольно средняя, я не буду говорить, что я прям нагибал. Довольно средненькая игра в танки не требует вообще ничего, никаких, никакого скилла, никакой пряморукости, потому что все медленно, все плавно, никакой реакции не требует. Поэтому я и говорю, что от World of Tanks игрок тупеет. Скилл теряется абсолютно намертво. Если он был, потеряется, если его и не было, он и не появится никогда. И еще больше удивляет то, что большинство людей не могут играть в танки. ну как так-то вообще не понимаю. Просто играют как рачье последнее. Это для меня тайна вообще за семью печатями ни хрена. Вот одна из тех вещей, которых я вообще не понимаю. Тайны века, загадка вселенной. Что за люди играют в World of Tanks? Как можно играть в это плохо? Настолько плохо? У меня нету лампочки, у меня нету ни хрена. ой, здравствуй. Нашелся, нашелся один. Когда-то было время, что пули через бетонный забор, через кирпичный не пролетали. Они разбивали сам забор, на этом снаряд останавливался. А теперь втаскивает, разрушает и забор и наносит дамаг танку. Что, в общем-то, правильно. Видимо, догадались, что кирпич не обладает свойственными какими-то противокумулятивными или еще какими-то спокойно пробиваются не только бетонобойными снарядами, но и обычным бронебойным. Так, какой-то смертник заехал в наш двор и сейчас там сливается, да? Ай, ну бля, косая пушка. Куда снаряд улетел, непонятно. Чего, блин? Чего случилось? Ладно бы, броня не пробита, но так, чтобы вообще не попасть из противотанковой самоходки с близкого расстояния. ой, бля. Так, ну и сотка это смертник, надо его забирать. Сейчас с какого-нибудь конца да он высунется. Это он уехал совсем, я смотрю. Интересно, где у них такая же ПТХа, как у меня стоит? А вон она. Ну, дай я кому-нибудь дамага-то накину. На нахрен в свободе. Пищу с хером, ёптую мать. Вдул, просто вдул. Так, разрядилась, перезарядка у наших корыт очень долгая, блядь, ну что ж ты? Подтолкнул бы кто меня, а? Сука, увидел, увидел. Ну и хер с ним, что он увидел. И он задницу 57-й разбирает. Я еще не пробил. Да, это был нубский выстрел, я согласен. Ну, кто-нибудь, дай я, против, его может замочить. Он просто углом стоял, даже нижний лист его я бы не пробил. А вот теперь я в безопасности. Иногда этот клинч напоминает фехтование, чтобы избежать наводки ствола на свою кабину приходится поджимать, отступать. В клинче бои, конечно, интересные бывают. Не правдоподобно, но интересно. Неправдоподобно, но интересно. Да, два попадания всего лишь. Ну, команда просто сильно попалась, всех убили, так бы я еще наковырял. Я аж фуловый был полностью, здоровенький. Так, ну и в заключении, что еще на каком танке зажечь? На картонной француженке редкой убогости танк. Когда-то он нагибал вообще по страшной силе, когда его только ввели, я на нем творил невероятные вещи, но потом он что-то подздулся. Потом Е-5 с вот этим люком чудовищным, ему пробивают вот этот люк на крыше и засчитывают дамаг. По идее танку-то никакого вреда не может быть от того, что ему люк снесут. Но эта игра считает по-другому. А, ну давайте под занавес, под аплодисменты проедусь, когда на ботатестерском ведре, подаренном админами. Это премиум танк, он больше других зарабатывает, но при этом он слабее своих собратьев по уровню. Видите, я помечен буковкой Т здесь в таблице, так мило. Некоторые до сих пор спрашивают, что это за Т? Я говорю, Титан. Из Титана танк. Ведутся. Скрытая деревня, вот одна из карт, которые я вообще очень не люблю. Полная хрень, на мой взгляд. КВ-220Т, тащи! Куда тащи, чего тащи? Думаю, надо в деревню ехать. Ну и ник у него, смотрите, 0987654... Я догадываюсь, кто заебывает техподдержку напоминанием Логина. Дорогу ботатестеру, ёв-ты-бать, а едет нахуй. Куда ты на своем ведре? Буквка Т оранжевая. Стильно, солидно. Пушка просто пукалка, блин, но заряжается быстро. Поэтому я возил раньше много бронебойных снарядов, закупленных по какой-то акции, но потом они, правда, кончились немножко. Чувствую, что сейчас у меня ПТ-хи в борт разберут, и это будет печально. Ну, хоть один бой-то я должен сегодня проиграть. Маленькая башенка на вот этой здоровой жопе просто раздражает мой глаз, если честно. Выглядит просто как какая-то неудачная шутка конструкторов. Все премиум танки в игре, они какие-то эксклюзивные, редкие танки, редкие какой-то модификации в реальности, которые были прототипами, в игре они стали премиум техникой. То есть не массовые нихрена танки. В игре редкие, везде редкие. Но потом КВ-220, кстати, стали продавать за деньги, чтобы он был не только у бета-тестеров, а у всех, кто желает. Единственная разница в том, что без буквы Т у них был этот танк. Не то, что бета-тестеры были сильно обижены, но расстроились. Танк-то был вообще эксклюзив. остался для всех, для всех, кого попало. Сука, где он едет-то? За домами, за заборами. Пробитие. Ох. Произведение гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Пробитие. Ой. Сука, кто-то мне накинул сбоку. Падла, бля, какая-то. Да вот это падла. Ай, бля, косо. Криво-косо. Ой, бля, он загорелся. Фраг украли в наглую, суки. Вот демоны, блин, а. Почему меня в каждой игре обворовывают? Наверное, все так себя чувствуют. Мне кажется, что именно я чувствую себя так оправданно. Цель захвачена. Попадание. Есть, состави цель. Попадание, но попадание без дамага было в гусенице. Все, они опять проиграли. Да, сегодня в танках был бы мой день, если бы я играл в них постоянно. Что-то прямо одни победы. Прямо настораживает. Да, ну уже как-то поднадоело, когда играешь на таком медленном танке уже. Как-то так все. Нет у меня больше того рвения, чтобы целый день сидеть в танке и башиться. В одном взводе, во втором взводе, потом вечером в роту, в клан Вар куда-нибудь, похеру, лишь бы танки, 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 танки. А у многих пацанов серьезно крышу от этой игры сносят. Ходят слухи, что какие-то семьи разрушаются. Не пробил. Да как не пробил, он же жопой едет. Броня не пробила. Видите, блядь, этот танк даже в задницу не пробивает первый КВ. Вот такое подогнали бета-тестером, блядь, подарок, сука. колода, блядь, из говна. Просто танк, не танк, а дерьмища. Я не понимаю, только голдой можно нормально воевать, либо против французских танков, которые из фольги сделаны. Пиздец, сколько дамага нанес? 339. Супер. Ладно, мигас, всем спасибо, всем адьё. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Бывайте.